Всем, кому интересны культурные мероприятия нашего города, творческие лица и анонс событий, смотрите программу «Культурная виза». Всем здравствуйте! Ведущие оперные партии, редкие видеозаписи и фотографии легендарных певцов на сцене. Театр оперы и балета представил новый уникальный проект. Вспомнить прославленных и легендарных певцов Бурятского оперного театра решили в Международный день музыки. Концерт продолжают юбилейные мероприятия, приуроченные к 75-летию театра и в этот раз посвящен юбилею известного музыковода, летописца, автора многочисленных монографий Олега Куницына. Не случайно в день музыки ему исполняется 80 лет. К этому мы подготовили концертную программу, где участвуют все ведущие солисты оперы, подготовили выставку, где у нас показаны фотографии прошлых лет, прошлых спектаклей. О корифеях бурятского оперного искусства и многих других – певцах, танцорах, дирижерах, музыкантах и балетмейстерах золотого периода – в истории бурятского оперного рассказывается в новом сборнике статьи Олега Куницына. Давид Дандупов раскрывает тайны монографии автора. Это избранные статьи музыковеда Олега Куницына, которые он написал за более чем 30 лет. В этой книге есть очень любопытные статьи о дирижерах, о наших солистах – Линхавоне, Базарсадаеве, Дашиеве, все, кто, в общем-то, ковал славу и гордость нашего театра. Вообще, мы же работники раскульптуры, мы всегда очень любим наш театр оперы-балета, и особенно концерт солистов. Это прямо очень редко удается все вот эти такие самые солисты услышать, увидеть. Мы пришли с большим ожиданием. В рамках юбилейных мероприятий обратились к истории театра, вспомнили имена, сценические образы. В этот день на сцене звучали оперные партии, спектакли Аида, Травиата, Дон Карлос в исполнении ведущих и молодых солистов. Вообще, вот такое, знаете, неординарное, когда есть, рассказывают, показывают и поют, сравнивая старое, которое мы слышали, и новое. Это очень интересно. Вообще, это так-то очень новый проект, я считаю, хороший. Хочется, чтобы дальше продолжало. Не только, скажем, большие концерты, большие оперы и так далее. И вот такие небольшие тоже, они очень интересны. Носят разнообразие. Линия любви в творчестве великих мастеров 20 века. В музее имени Сампилова открылась необычная выставка. В 20 веке имело значение то, как видит мир конкретный художник. Эротика стала отражением его переживаний. Вечную тему раскрывают радужные картины Матисса, напряженные кскизы Шиле и поздние работы Пикассо. Произведения этих художников редко встречаются в одном собрании. Но именно их творчество наиболее глубоко раскрывает эротическую тему в искусстве 20 века. 20 век, который, может быть, действительно позволил данному направлению раскрыться во всей его глубине. Если раньше мы знаем, что все-таки в те или иные периоды тему вообще обнаженного тела где-то и запрещали. То есть это довольно такая щепетильная тема. Тем не менее, вообще культ женского тела, вообще обнаженного тела, он всегда был. Картины передают эмоции при помощи искаженных линий, быстрых и грубых набросков и кричащего колорита. Кураторы выставки «Арт-центр» в перейных рядах Санкт-Петербурга отобрали самые интересные работы в этой тематике и показали не просто выставку, а целое исследование внутреннего мира художника. Всего в экспозиции представлено более 60 работ, собранных из частных коллекций Европы. Выставка продлится до 30 ноября. Возрастные ограничения – 18+. Театральная маска «Алтан Бак» от Зарикто Доржиева в качестве приза, а также 20 тысяч рублей. Министерство культуры Бурятии и театр кукол «Ульгер» объявили о конкурсе театральных студий «Волшебные сказки Зархая». У нас есть такой спектакль «Зархай сентархая», где главный герой-персонаж Зархай путешествует по всем землям нашим бурятским, попадает на небеса. То есть это своего рода такой бурятский барон Мюнхгаузен, скажем так. И он стал таким любимым нашим персонажем. В таком статусе этот конкурс мы проводим впервые. Министерство культуры нам поручило именно театр кукол «Ульгер» провести на высоком профессиональном уровне этот конкурс. Каждый класс или детская театральная студия показывает спектакль на бурятском языке в продолжительности не более 15 минут. Затем известные театральные деятели и представители культурных, образовательных учреждений оценивают выступления. Победители ожидают денежные премии и специальный приз – театральная маска «Алтанбак». Кстати, хочу сказать о премиях. Автором и дизайнером высоких наград премий стал Зарикто Доржиев, наш всемирно известный художник. И мы этим очень гордимся. Тем самым наш конкурс действительно на самом деле становится таким престижным. Конкурс будет проходить на сцене театра «Ульгер» 22 и 23 октября. Ознакомиться с более подробной информацией вы можете на сайте Министерства культуры. Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться всем школам республики, всем районам и всем сельским клубам, кто действительно любит театр, занимается этим благородным делом, участвовать в этом конкурсе. И снова премьера. Режиссерский дебют Гарри Шора. Это не просто новая версия. Это не рассказана история о происхождении легендарного вампира Дракула прямо сейчас. Мой отец был великим человеком, истинным героем. Но когда настали темные времена, он принес в жертву свою душу. Дракула Действие разворачивается в темные времена магии, где Дракула был величайшим правителем, доблестным воином и страстным мужчиной. Режиссер Гарри Шор сообщает нам, Влад Цепиш не был абсолютным злом, не бывает только черного или белого. В мире есть тысячи оттенков. Владу пришлось испытать много трагедий, прежде чем он решился на то, что сделал. Пожертвовал всем ради семьи. Беги к маме. Отвернитесь! Я найду способ защитить вас. Судьба сводит его с врагом, коварство которого не знает границ. И тогда Дракула заключает сделку. Нечеловеческая сила в обмен на самую малость. Бессмертную душу. Что привело тебя? Дай мне силу сокрушить врагов и спасти семью. Эй, Дракула. Из графа сделали фигуру скорее гротескную, чем ужасающую. Несчастный психопат, попавший под жернова истории. Вампир, заключивший сделку с дьяволом. Неизвестно, но личность масштабная, без всяких сомнений. Не забывай, кто я. Смотрите в кинотеатрах с 9 октября. А я напоминаю, получить билеты в кино вы можете, оставив в комментарии на нашем сайте bycaldefiz.atv.ru Для этого обязательно посещайте мероприятия, о которых мы рассказываем, и делитесь своими впечатлениями. А на этой неделе Ольгу мы приглашаем в офис нашей телекомпании по адресу улица Октябрьская, 21. С вами, как всегда, была Наталья Китаева на Первом Альтернативном. Увидимся с вами уже на следующей неделе в специальном театральном выпуске. До свидания. Стиль ведущий салон одежды Love Republic, торгово-развлекательный центр «Пионер», улица Корабельная, 32. Продолжение следует...